Харизматичный и востребованный актёр Алексей Барабаш знаком многим зрителям. Уже больше 20 лет он появляется на наших экранах. За это время 43-летний лицедей успел не только построить успешную карьеру в кино, но и заработать в светских кругах славу неисправимого лавеласа. Насколько известно, за плечами у Барабаша четыре неудачных брака, в трёх из которых он становился отцом, теперь же артист живёт с пятой дамой сердца. Выбор профессии для Алексея Греча, внука петербургской театральной актрисы Галины Русецкой, не стоял. С детства он наблюдал за работой актёров из-за кулис Тюза. После школы он получил актёрское образование и в конце 90-х начал выступать на театральной сцене. Сначала он устроился в труппу Санкт-Петербургского Тюза, но вскоре перешёл в театр «Балтийский дом». За несколько лет живых выступлений Алексей Барабаш понял, что не сможет заработать большой славы в театре, поэтому в 2000 году артист покидает сцену и начинает строить карьеру в кино. Барабаш стал активно сниматься в кино и сериалах. Хватаясь за любые роли, постепенно такой подход начал давать свои плоды. Практически всё десятилетия актёр играл в разношерстных сериалах, зачастую появляясь на второстепенных ролях. Только в последние 10 лет актёр стал получать заметные роли. Одной из первых таких работ стала роль в фильме Фёдора Бондарчука под названием «Сталинград». Параллельно с карьерой Алексей Барабаш устраивал и свою личную жизнь. Ещё во время учёбы он женился на коллеге по цеху Ольге Белинской. У влюблённых родился сын Арсений. Но студенческий брак очень быстро распался, так как молодые люди оказались совершенно разными людьми. Уже в более зрелом возрасте наш герой женился на актрисе Наталье Бурмистровой. Но этот брак распался ещё быстрее предыдущего. Детей у супругов так и не было. Спустя какое-то время актёр решает жениться на девушке по имени Юлия, которая никак не связана с миром кино. Третья супруга подарила звезде второго сына по имени Матвей. Казалось бы, семейная жизнь наконец-таки наладилась. Но во время очередных съёмок Барабаш влюбился в коллегу Анну Сдор. Актриса также на тот момент была уже замужем. Алексей и Анна не смогли противиться чувствам и в итоге ушли из своих семей, чтобы быть вместе. Актёры официально связались узами брака и вскоре у пары родилась дочь Варвары. Однако и с четвёртой женой Алексей Барабаш в итоге расстался. Супруга обвинила его в том, что он закрутил роман со своей бывшей женой Юлией и в 2014 году подала на развод. В свою очередь, сам артист отрицал все обвинения. Последующие несколько лет журналисты замечали Алексея в компании различных женщин. Считается, что какое-то время он встречался с известным режиссёром Валерией Гайгерманика. Однако в этот раз до брака дело так и не дошло. А потом в жизни мужчины наступил сложный период. Частые съёмки, постоянные перемены в личной жизни. Вкупе с любовью, горячительным напитком плохо сказались на здоровье актёра. В итоге в 2018 году у него случился сначала один инсульт, а затем и второй. Восстановиться и победить зелёного змея ему помогла его новая возлюбленная актриса Александра Богданова. Их отношения начались относительно недавно. Сейчас девушка является пятой супругой Алексея. У звёздной пары пока не детей, но в различных интервью влюблённые демонстрируют, что счастливы вместе. Так что вполне возможно, что в ближайшие годы мы услышим об очередном рождении у Алексея Игоряча. Ещё одного ребёнка.